Сегодня мы с вами будем выполнять макияж новинками косметики, и я буду сразу по ходу дела говорить какое-то свое первое впечатление об этих продуктах. Самое главное, что у меня сейчас перед глазами лежит, и что меня больше всего волнует и интересует, это новая палетка от Colourpop, которая называется Yes Please. Эту палетку многие блогеры назвали аналогом палетки Natasha Denona Sunset Palette. Меня это, конечно же, сразу заинтересовало, потому что я вообще люблю тени Colourpop, но у меня вот этих вот маленьких палеток никогда не было. В то же время я всегда хотела протестировать, потому что я по сей день, к сожалению, еще не нашла бюджетных, но хороших теней, особенно палеток теней. И меня часто спрашивают, порекомендую, пожалуйста, какую-то бюджетную палетку теней, потому что там на ту и ту нет денег. Но я всегда отвечала, sorry, как бы, ну, я не встречала действительно хорошие палетки теней в бюджетном сегменте, но насчет вот этой очень большие ожидания. Также у меня сегодня есть новая гелевая подводка от Beauty Bakery. Также вот такой вот наборчик от Beko. Здесь хайлайтер жидкий и сухой. И тоже я еще вот использовала, уже, кстати, использовала вот этот спрей, увлажняющий от Colourpop. Это праймер-спрей, который наносится до макияжа, и также можно его наносить после макияжа. И сейчас, как вы можете видеть, макияж лица у меня уже, в принципе, сделан, потому что я в процессе тестирования тональной основы, которая, я уверена, вас удивит, потому что это самая-самая-самая бюджетная тональная основа, но при этом реально классная. Ну вот, если вам нравится, как сейчас выглядит макияж лица, я вам очень советую это видео посмотреть. Если оно уже вышло, я вам оставлю на него ссылку. Если еще не вышло, значит выйдет следующим. Поэтому держите ухо востро. Больше всего я, конечно, хочу посвятить времени вот этой палетке, потому что она мне очень сильно интересует. Давайте ее, наконец-то, открывать. Смотрите, какая упаковка вообще. И здесь, по ощущениям, такой софт-тач, я обожаю вообще такие упаковки. Вот если бы я делала упаковку, я бы, наверное, выбрала вот такую, потому что она мне очень нравится. Здесь вот такой вот все желтенькое, прям цеплячий цвет, но сама палетка белого цвета, вернее, не белого, белого, а такого, скорее, немножко сероватого цвета. На палетке здесь написано Cute AF, и сама палетка выглядит вот так вот. Я считаю, что это вообще офигенная просто растяжка оттенков. И, знаете, вот часто смотришь на палетки и думаешь, нет, ну вот такие вот цвета, вот у меня же уже все это есть. Вот у меня вот все это есть. Я хочу что-то интересное, я хочу что-то необычное, я хочу что-то там эдакое, но в то же время ты вот купишь себе что-то эдакое, и им не пользуешься. Вот, по крайней мере, у меня всегда так. Я знаю, что если я куплю какую-то нестандартную палетку теней с какими-то странными оттенками, я просто не буду ей пользоваться. Она у меня будет лежать на всякий случай, но я ее не буду пользоваться. А вот это я посмотрела и решила, что, ну, елки-палки, тем более, если это еще аналог Наташи Деноны. И, кстати, я вам оставлю ссылку на видео Кэтлин Лайц. Кэтлин Лайц это американский блогер. Она сделала очень подробный обзор, сравнение двух палеток, вот Наташа Денона и вот этой. И там она показывает прям свотчи из Наташи Деноны и рядом свотч из Colourpop. Там, конечно, слегка видно разницу, но я просто, мне очень понравился этот обзор. И если вы хотите, вы можете его тоже посмотреть. Даже если вы английского не знаете, все равно, вот просто ради свотчи. Вот посмотрите чисто картинку. И мне кажется, что если вы заинтересовались палеткой Наташи Денона, можете как минимум начать с вот этой. И я, может, попробую сегодня что-то поярче сделать у себя на глазах, потому что в последнее время я заметила, что мои макияжи какие-то уж, ну, такие совсем легкие, ненавязчивые. Конечно, это, наверное, связано просто с моими предпочтениями сейчас, потому что я редко делаю прям такие супер насыщенные макияжи. Но в то же время, знаете, иногда хочется. Вот я недавно выкладывала в Инстаграм фотографию с таким супер-пупер вообще хайлайтером. Всем она, кстати, эта фотография очень понравилась. И я поняла, что я немножко все-таки скучаю по вот таким вот насыщенным макияжам. И мне хочется немножко разнообразить свой макияж. Начну с нанесения базы. Я буду использовать консилер Tarte Shape Tape. Я всегда использую либо MAC Pro Long Weapon Pot, либо консилер вот сейчас мне понравилось использовать, потому что тоже очень хорошо держит тени на протяжении дня. У меня вообще претензий, в принципе, никаких нет. И сразу беру вот такую вот достаточно большую плоскую кисть и буду набирать самый светлый оттенок матовый, как я и говорю. Ого! Ничего себе, как он набирается! Посмотрите, вообще, надеюсь, вам хорошо видно. То есть я буквально пару раз вот так вот кисточку макнула, и он сразу набрался. Кстати, не ругайтесь на меня, что я вам не показываю глаз крупным планом, потому что я на самом деле... Это как бы не урок макияжа. Мы с вами просто тестируем новый продукт, и я сама не знаю, что у меня получится. Поэтому я как бы не осмелюсь это назвать уроком макияжа. Техники, я думаю, я буду использовать такие же, как обычно, а цвета, знаете, можно и заменить. То есть если вы прям очень хотите узнать, как вот вблизи эту технику сделать, которую я буду использовать, я вам постараюсь, опять-таки, оставить ссылку на какое-то свое видео, там, где я похожий макияж делала, именно крупным планом, а вы просто потом подставите другие оттенки, похожие на вот эти. Следующим оттенком я возьму вот этот, так как я, как уже сказала, буду что-то такое, типа закат какой-то пытаться сделать. Этот оттенок называется Big Cocktails. И, кстати говоря, у меня единственный оттенок, который у меня есть в рефиле, это вот этот, который называется Note to Self. И все остальные, это либо уникальные оттенки, либо у меня просто их нет, надо мне эту информацию уточнить, я вам это на экране напишу. На пушистую кисть Sigma E25 я сейчас буду набирать. Набирается тоже очень даже прилично, то есть буквально совсем еле-еле я так вот кисть макнула, и в то же время, вот как вы видите сразу, вот как пигмент передается. И да, это яркий цвет. И я, наверное, сегодня буду делать Halo Eyes, потому что мне кажется, вот как раз для такого типа макияжа это очень хорошая техника. Следом я буду вот этот оттенок набирать, это оттенок G&O. Опять на ту же кисть буду это все брать. Кстати, тени Colourpop имеют такую особенность, они вот, макаешь кисточку, и вот видно пыль, но мне это вообще никак не мешает, потому что я по чуть-чуть набираю, и потом вот такими набивающими движениями наношу и растушевываю потом, поэтому у меня здесь нет каких-то сильно осыпавшихся теней. Бывают, конечно, осыпаются, но так, чтобы я прям сильно проблему с этим имела, то нет. И буквально нужно вот чуть-чуть макану один раз. Не надо елозить там по этой палетке, то есть чтобы прям вот вообще пыль полетела в разные стороны, и прекрасно все наносится, и прекрасно все наслаивается. Я возьму сейчас кисточку поменьше, это у меня ZOEVA 231, и я буду брать вот этот вот оттенок, который красноватый, это оттенок Spoiled, и вот этот я буду добавлять вот только с этой стороны. Во внутренний уголок не хочу его добавлять, потому что он красноватый все-таки, и вот как-то вот так вот, ну как бы растушевывать в сторону внутреннего уголка. Иду на полное затемнение, буду брать теперь вот этот вот самый темный оттенок, он называется French Case, и вот с одной стороны на кисточке у меня красный вот этот, а с другой стороны вот практически ничего, и там, где практически ничего, на ту сторону я буду набирать, и вот сюда вот затемнеть. И я так думаю, что лучше всего сюда подойдет золотой, потому что он создаст больше всего контраста, иначе у меня все сольется в какую-то вот такую красноватую кашу, поэтому я думаю, лучше всего взять золотой. Металлические тени у Colourpop очень рыхлые, я вот сейчас набрала на кисточку, и буду сбрызгивать спреем, прям вот так вот, чтобы она намокла. Спреем у меня, кстати, от Faberlic, спрей лед для лица. Абсолютно, в принципе, не важно, какой вы спрей будете использовать, ну, главное, чтобы для лица это был спрей. И после этого вот таким вот влажным способом наношу этот оттенок на центр века, и он прям вот зажигается. Вот видите, насколько он интенсивный. Сейчас я смотрю вообще, это в целом тени, вот такие вот металлические, в целом идет такая тенденция, что их лучше всего наносить вот таким вот влажным способом, иначе они не липнут, иначе они осыпаются, иначе они не показывают весь свой потенциал. А вот если вы хотите вот прям вот, чтобы вот прям вот золото у вас на глазах было, а не просто что-то блеклое, непонятное, то тогда, конечно, лучше вот таким вот способом наносить. Так, с верхним веком я почти закончила, сейчас я хочу сделать подводку. У меня это Beauty Baker & Gelato to Go и оттенок Gem. Gelato. И мне кажется, что оттенок как раз-таки должен подойти, потому что этот оттенок вот такой вот темно-темно-фиолетовый. Я не знаю, насколько вам будет видно, вот такой вот темно-темно-фиолетовый. Сейчас посмотрим, на что способна эта подводка. Главное, чтобы она мне тут сейчас все не испортила. Подводка, честно говоря, вообще так себе. У меня такое впечатление, что я только испортила ей макияж. Она как-то плохо наносится, и оттенок такой какой-то, ну, в баночке очень красивый, фиолетовый, такой вот темно-сливовый даже. А переносится он какой-то грязью вообще на лицо, и, ну, нет. Мне не нравится, и как бы я не знаю, буду ли я еще пользоваться. Может быть, попробую потом без теней, то есть вот только эту подводку вот на веко попробую, может быть, так понравится больше, но пока что мне вообще не нравится. И закончить макияж я хочу вот этим вот обалденным оттенком, который называется, который называется Shoffer, судя по всему, и нанесу его на нижнее веко прям вот так вот жирненько. Я понимаю, что это не совсем стандартное решение, но мне вот почему-то вот хочется вот прям вот хочу его нанести на нижнее веко. Вот прям вот так вот, вот так вот набивающими движениями. Ну и, естественно, мне сейчас осталось накрасить ресницы, наклеить на крупные ресницы, и как только я это сделаю, сразу же вернусь к вам. Ну что ж, теперь с ресницами мне кажется, что это больше похоже на то, что я и задумывала. Мне очень нравится результат, я им вполне довольна. Пока сейчас у меня сохнет клей на ресницах, предлагаю вот этот наборчик вскрыть. Это набор от Becca, который называется Glow on the Go. Стоит этот набор всего 20 долларов, и здесь есть их как сухой, так и жидкий хайлайтер в миниатюрных версиях. Мне кажется, что это очень неплохой вариант, потому что на самом деле сколько человеку нужно хайлайтера, не так уже и много. У меня вот в таком вот размере от Lorac хайлайтер был, и я его до конца так и не добила. Оттенок у меня Moonstone и того и другого. И я предлагаю, наверное, начать с жидкого сначала, а потом посмотреть и, может быть, усилить еще и сухим. Мне хочется такой вот как, ух, на камере выглядит здорово. И вживую тоже очень здорово выглядит. Вот мне вот такой вот влажный блеск к этому макияжу вот и хотелось. И я даже хочу его слегка добавить еще вот сюда. Это, кстати, трюк визажиста Марио для Дивановика, который красит Ким Кардашьян. Вот он сюда постоянно в эти зоны наносит хайлайтер. Мне, естественно, трудно остановиться. Я еще совсем чуть-чуть возьму вот этого сухого хайлайтера и нанесу его вот буквально вот в самый центр. Вот сюда. Вот, чтобы еще больше усилить именно вот в этой точке. Блин, мне так нравится. Класс. Ну что ж, пора подводить итоги. Мне очень нравится, что у меня сейчас получилось. По крайней мере, то, что я вижу в зеркале, меня вполне устраивает. Что касается вот этой палетки, то я 100% буду продолжать ее тестировать. И разные макияжи с ней пробовать делать. Но, по первому впечатлению, она мне очень понравилась. Качество не отличается от рефилов Colourpop. И это просто замечательные новости. В общем-то, если вам такая растяжка нравится, присмотритесь. И если вы хотите полный детальный обзор там со всеми свотчами и с каким-то уже более детальным макияжем, пишите комментарии. Если они наберут много лайков, я такое видео обязательно сделаю. Что касается подводки вот этой от Beauty Bakery, это нет, однозначно нет. Мне вообще не понравилось. И я вот так вот смотрю, у меня в некоторых местах даже какие-то лысины появились в этой подводке. То есть вообще как-то очень плохо она себя ведет. И что касается этого набора, то Becca это поклонение просто. Потому что результат у меня на лице. Очень круто этот хайлайтер смотрится. И он реально растушевывается так, что его на коже не видно. Он не подчеркивает всю текстуру, он не делает кожу просто ужасной. И вот потрясающе просто именно такое создает влажное, красивое, дорогое освещение. А на этом видео я буду заканчивать, но не спешите уходить. Здесь YouTube для вас подготовил еще два видео, которые вы можете посмотреть. Также не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Я думаю, что где-то вот здесь это можно будет сделать. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Я надеюсь, если вы подпишетесь, тогда точно увидимся. Ну, как-то так, да.